И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвен, и мы продолжаем проходить такой шедевр игровой индустрии, как Final Fantasy VII. В предыдущей серии мы с вами нашли Клауду, как и планировали, но он оказался немножечко не в том состоянии, в котором мы ожидали его увидеть. И так уж получилось, что в ближайшее время ждать его у нас в партии не имеет смысла, потому что он не может ни сражаться, даже говорить не может. И так как он в таком состоянии, Тифа осталась рядом с ним, и поэтому мы еще и потеряли Тифу, но в ближайшее время. Ну и в общем-то лидерское место у нас занял Сид, потому что Баррет понял, что лидер из него так себе, и никто за ним особо-то и не идет. И в общем-то это слишком большое время для него, он именно что должен идти за кем-то. Он это понял, он это признал, и в общем-то уступил лидерское место Клауду по умолчанию. Но так как Клауду пока нет, роль лидера, как я уже сказала, играет Сид. И теперь нам нужно составить план, что как делать, и потом мы, кстати, должны будем с экипировкой все-таки разобраться. А, так, ладно. Что у нас тут? Что, куда кликать-то, господи? Сид, благодарю за отличную работу. А, ну да, нужно опять партию собрать. Так, кого возьмем-то? Я думаю, я думаю, Баррета бы неплохо, конечно, взять. Ну, наверное, я возьму Юфи, потому что у нее лимиты ничего такие. И у нее способность врага прикольная. Винсента, я думаю, тоже неплохо будет взять. Лимиты у нее, конечно, так себе. Нанаки. Это все сложно, однако. Давайте попробуем вот таким вот составом. Неплохо бы, конечно, Баррета взять, учитывая, что как бы мы в Корл двигаемся. Но попробуем таким составом это все сделать, потому что я обычно как раз-таки Баррета выбирала. Один раз с Винсентом это взяла, причем с Винсентом там прикольно вроде как был. Так, сейчас... Сейчас нам нужно материи распределить. У Сидом у нас лед-огонь. Ну, вызывалка. Смертельный удар. Поставить. Весновилка. Молния-огонь. Два огня. Прелесть какая. Давайте вот этот огонь уберем. О, сколько у нас материи. Все она так расфасована, очень удобно. Так, давайте Юфи в окно. Шива. Кьята. Плюш-плюс. Вражеский скилл оставляем. Гравитацию оставляем. Барьер. Комета. Вот, комета это у нас от Тифы вся материя прилетела к нам. Значит так, раз у нас Тифы больше нет, давайте-ка возьмем тогда время. Где она была, допустим, вот эта земля, где время. Не вижу вообще в упор. Так, подождите. Вот она. Время. То есть на всех. Потом оживлялку, я думаю, тоже поставим Юфи. Хотя у нее что-то уже жизни мало. Надо у нее этих убрать. Нафиг. Толк-то от них. Ешка, вражеский скилл, манипуляция. Уберем. Уберем, уберем. Все. Контратака у кого там была? Это что, еш-плюс? Я так. О, господи. Мне кажется, нужны самые такие основные материи поставить Сиду. Потому что у него как-то мало отнимается. Ем поглощатель. Ладно, ставим. Смертельный удар. Добавочный эффект уберем. Так, барьер. На всех. Теперь ем поглощатель. Так, молния, огонь, лед. Магия плюс. Удача плюс. Становление. Оживление у нас, по-моему, стоит у Юфи, да? Барьерка мета. Мы же еще Винсенту можем поставить, чем учусь. У него, конечно, жизнь не так себе. Так, давайте на него землю. И фрит, один из страны, гравитация. Хетаморф. Я даже не знаю. Вот всегда с этими проблемами, с материями проблем, потому что только их поставишь, а потом какой-нибудь персонаж отваливается. Приходится все это переделать заново. Это кошмар. Комету, может, ему еще тогда. Такое самое основное поставим, а еще стихийным комету поставим. Хотя нет, стоп. Так, давайте. Потому что у нас они не прокачаны. Все эти призывательные существа. Призываемые. Блин. Калпат. Что поставить сюда? Ладно, давайте восстановление. Наверное. Да? О, и раз у нас Йош Плюс дало нам жизнь, мы еще что-нибудь возьмем. Чтобы вообще все хорошо было. Яд, например. На всех причем. Ну, как-нибудь вот так. Так, у Йоши что там осталось? Йош Плюс. Вражеский скил. Время на всех. Оживление. Восстановление тогда ей дадим. Не давали, не давали. Нет, дали, по-моему. Хорошо. Рамок разрушения огона. Морф. Безполезная вещь абсолютно. Так, что у нас там был? Барьер. Вот это барьер. Оживление. Где? У кого барьер? У кого был барьер? Ну, у кого? Значит, берем. Ни. 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 Так, ну что еще тут есть? Живучесть добавим ей. Ну, удачу, плядь. Это ужас, конечно. Что я даже не знаю. Ладно, я думаю, так пойдет. Атака у нас на Сиди. Огонь, лед, молния. На всякий случай призывалка. Удача, плюс магия, плюс восстановление. И барьер на всех. Смотрите, как у нее тоже стоит. Значит, нужно у Йофи забрать, чтобы у нее не это самое не тратилось количество жизней на это. Так, бросок, вражеский скилл. У нас основная атака. Время на всех. И оживление. И второй атакующий у нас Винс. Земля, комета, молния, яд. Ну и тоже восстановление. А, ну будем надеяться, что все нормально будет. Так, давайте восстанавливаем сейчас все себе. А потом уже понесемся. Останавливаем. Записываемся ли мы. На всякий случай. Так, запись. Вот в восьмой части было удобно. То есть, если на кого-то поставишь как-то, да, там, например, распределишь. Там не материй, конечно, но там ЗС, ЗС, это защитная сила, то есть стражи вот эти вот все призываемые. Они там как роль материи, короче, говорят. Там играет, так, если попроще объяснять. Там удобно было. Там можно было все настройки с одного персонажа целиком и полностью перекинуть на другого. То есть, это было удобно, когда, например, менялся персонаж какой-то в партии, ты берешь полностью все настройки с другого персонажа и ставишь ему на того, который у тебя в партии. Это было очень удобно. Так. Нам что-нибудь кликать надо? Или сразу так лететь, бежать? Или нас опять просто сюда послали, чисто чтобы мы партию распределили себе? Да, скорее всего. Пойдемте тогда. На капитанский мостик и летим в Коралл. Нам нужно спасать мир. Спасать Коралл. От войск Шинра. И, конечно же, в Хорт Кондор, наконец-таки, опять. Да, взлетаем. Понеслась. Давай. Давай. Так, где у нас Коралл был? Коралл у нас был где-то в заднице. Я не помню, где он. Форт Кондор, кстати говоря. Ладно, потом. Форт Кондор потом. Когда получим обратно всех персонажей. Так, Коралл. О, Медгаричи. Вот, да, по размерам нехило так отличается. Возьмите любую другую город и возьмите вот этот. Коралл. Так, ты, по-моему, на том все-таки материке у нас. Где-то вот так, это не то. Хотя нет, вот вот эта фигня. Коралл вот там вот. Все, отлично. Сели. Побежали. Ну, че? Че, как? Приходили солдаты Шинра и рассказали, что они собирают всю большую материю. Они, видимо, привезут ее сюда на угольном поезде из реактора Коралла. Ага. Нам нужно, короче, в реактор идти. Купите что-нибудь, что угодно. Так, а че продаешь? Ты все старое, да? Ну, ценник такой, ничего. Тент. Вскрешение. Ну, у нас и так нормально по количеству. А ты че продаешь? Ну, я не хочу твое оружие, у меня уже намного больше. Крутого. Все, короче, уходим отсюда. Ой, господи, я туда забежала. Уходим. Нам нужно именно что в реактор теперь. Теперь, типа... Да шо ж такое-то, господи, во все палатки теперь захожу. Теперь ты именно туда нам... Нет. Черт, это управление сидит. Так, идем туда. Ну, все, бежим. О, сейчас опять эти бомбочки, нибудь, будут на этом масте, помните? Дурацкие. Которые, если не убьешь... Оп, нифига не дадут. Нет, какие-то индюшки. Ну, ладно, пусть лучше индюшки. Даешь? Давай, сикус. Ой, надо было гранаты. Динамитом, точнее. Что-то я как-то... Забыла. Что у нас этот... Что у нас лимит не обратило внимания? Ладно, не важно. Поддаш. Супер. Ну, опыта, конечно, офигеть как много. Но мы сюда не за опытом пришли. Мы сюда пришли спасать мир. Прокачиваться. Ой, боже. Опять прокачиваться придется. Деньги, чтобы получить, чтобы купить кристаллические яйца все. По-моему, кристаллические это как раз-таки самые лучшие. Вот эти браслеты. Лучше, по-моему, лучше не будет. Оружие будет. Его нужно будет выбивать. Насколько я помню. Именно что из Омега вот этих всех... Ой, Омега. Господи, Омега Виапон сказала. Чего ты сказала? Короче, из оружия из этих вот. Ну, Омега Виапон, это, в общем-то, да, оно и есть. Оружие, потому что Виапон это оружие. Вот Омега Виапон, по-моему, как раз-таки... Ну, Виапон я так говорю, потому что прикольный вэпон, я знаю. Что-то как-то все разрушено, да? А, ну, по-моему, такое было. Я уже не помню, черта. Вот из Омеги, по-моему, Клаудовский, кстати, мечик финальный. И выпадает, по-моему, кстати, именно он так и называется. Оружие это оружие Омега, а вот Омега Виапон, это именно что оружие Клауда. Я плохо помню. Я вот название оружия не запоминаю всяких вот этих вот, каких-то финальных мечей, еще чего-то там. У меня вот с финальным оружием Скола из Final Fantasy 6, господи, 8. Представляете, блин, будет проблема. Я его так и не собрала, потому что там как-то все запарно. Ну, давайте. Так, говорила, говорила, а потом заткнулась. Так тишина такая. Ну, что? Четыре стопа. Ладно, не важно. Не самое страшное. Вообще-то мне не очень нравится атака Винсента, если честно. Какая-то она грустная. Пятьсот. У Бара там было больше. Так, ладно, не важно. Может. А, может все-таки подфартит. Потому что я помню, я брала, по-моему, когда последний раз брала. Я взяла до эксперимента Винсента, Барта и кого-то еще. По-моему, Сида, кстати, я и взяла. А вот Юфи-чан я, по-моему, не брала на это дело. Мне нравится атака Юфи, кстати, очень. Прям радует. Атака Сида. Люблю Сида. Люблю Сида. Клевый мужик. Давай. Понеслась. О, сохраняешь, удается прям. О, кстати, смотрите-ка, можно... Можно будет на Барта поменять? Может, поменяем на Барта? Хотя, опять мучиться с материями я не хочу. Если честно. Давайте попробуем с Винсентом. Я не думаю, что мы как-то не пройдем. Так вот, поинтереснее будет. Хотя, конечно, странно, что у нас здесь нет Барта. Мне кажется, логичнее было бы его, конечно, вернуть нам. Да? Потому что он какие-то комментарии, может, оставит. К тому же, кстати, прикольно. Давайте действительно вернем Барта, потому что банально будет забавно послушать комментарии между Сидом и Бартом, когда начнется то, что начнется. Сейчас мы только материю у него заберем. Так вот, сейчас вот так вот сделаем все. Чтоб все аккуратненько было. Ибо нефиг. Как говорится, это что у нас? Что это у нас? Чувство? Ладно, что-то пускай остается. Яд мы поставим сюда. Вот так вот. Сейчас аккуратненько так все сделаем себе. Чтоб поискать было проще. О, господи. Ладно, вот так пускай будет. Эм, так, телефон. Просто Юфи я что-то убирать не хочу. У нее что-то такая так хорошая. Так, материя. Барта. Огонь, лед, восстановление. Теперь мы тогда воткнем комету. Ну, на всех, я думаю, не знаю даже. Давайте на всех. Чувш. А, что это еще было? Что мы убрали? Разрушение огня. А, кстати, огонь. Стоп. Давайте огонь 3-то возьмем себе. Лед. Лечение. Титан, морфо... Вот, нет, стоп. У нас восстановление... Восстановление у нас есть. Еж плюс возьмем. Кол... Нет, колпак обойдемся. Гравитация. Пф, даже не знаю, возьмем. Смертельный удар не будем. Яд. Земля. Давайте возьмем землю и поставим еще стихийная атака. На землю. Чтобы у нас была, чтобы у нас все было хорошо. Ну, как-нибудь вот так вот. Сохраняемся аж несколько раз. И идем. Эх, старый добрый корл. Да. Вон, солдаты уже стоят. И двери, кстати, открыты уже все. На распашку. Нас ждут. Опять черепашки прикольные. Давай, Юфи. О, Баррет. Удар молотом. Давай, бомба, граната. Завершена, что-то. Красота. Но Сид со своим копьем он, конечно, покруче будет. Улично. Упс. Вы, парни! Махач! Так, ну что? А, прикольно, кстати. Сид, Баррет и такая маленькая Юфи. Которая сшибается атакой похолеще даже. О, давайте вызовем кого-нибудь. Я давно не смотрела, как там. К тому же я Бахамута ни разу не вызывала. Я хочу вызвать Бахамута самый клевый. Король драконов. Бахамут, кстати, по мифологии это король драконов. Ну, потому что он дракон, видимо. Но на самом деле его именно поэтому таким и изобразили. Потому что король драконов сидит. Ну, это не самый крутой Бахамут, есть лучше. Да ты посмотрите, сколько он отнимает. Его хорошо на боссов вызывать очень. Повышен уровень, отлично. Зря я его вызвала сейчас на обычных солдат. Думаю, теперь мы в безопасности. П-п-подожди. Черт. У нас таких три эксцентричных персонажа. То есть Баррет, Сид, Юфи. Такие все очень эмоциональные. И не скупящиеся на слова. Вывозят большую материю, черт сволчий. Догоняй поезд. Похоже, что они удрались с большой материей на этом поезде. Нет, чертовы балбесы. Что будешь делать? Большая материя. Эй, вы знаете, кто я? Я Сид, вот кто я, черт подери. Теперь дайте я займусь этим. Интересно, как из этой башенки сжихал целый поезд, но ладно. Эй, 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 эй. Догоняем. В общем-то, сейчас у нас будет задание на время. Это все очень печально. Недобное задание на время. Ну, я думаю, мы справимся как-нибудь с вами. Недорственно для такого мужичка. Удивительно, ты можешь рулить на этой штуке. Не спрашивай. Я не знаю. Что? Ты серьезно? Не боись, я справлюсь с этой штуковиной. Класс. Не умеет водить поезд. Два рычага. Один справа, другой слева. Ага. Просто переключать два рычага вверх вниз, верно? Судя по скорости врага, я бы сказал, это займет около 10 минут. Мы полетим. Держись крепче. Так, стоп. Левый рычаг какая? А, кнопка вверх. Давай. А, давай. Какое удобное управление. быстрее 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 давай сиит черт я сейчас руки просто сломаю потому что кошмар какой-то о господи давай а черт короче лучше сразу все уже мать давай 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 допросе чертой нет я же стараюсь и стараюсь какие но что дома о все мы догоняем регарита гаденгер wins черт не руки щас правда палиться в порядке мы спрыгнем в ув which кошмар так теперь теперь бежим и у нас здесь конечно же будут битвы нам так просто не дадут пробежать еще и на время все это дело поэтому нужно их мочить сразу быстро без промедления поэтому будем мочить все магией кого-то молния было вообще не важно так успешка на всех пожалуйста господа магия лечить у кого мол не было блин вот у тебя отлично быстро 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 спешечка давай 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 домовая тревога к черту бою приятного магия у кого там так атакуем ладно все отлично бежим дальше так ой надо отъехать надо подлечить ворота немножко так вещи 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 печально ним стоит это гипер гипер от печали по-моему да так сейчас сейчас вылечим всех не будем тратить на это время в битву бежим 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 сохраняемся добавим нас вам на каждом кстати надо атаковать будут неприятно чем дальше тем хуже враг так спешка магия лечить огонь огонь сид ой хочу почему так турбоэфир который лечит я так сперва давайте от яда юфи вещь уменьшение господи эхо кранах экран ли что там у спринался тишина это лечит чинение господи я щас буду тупить очень сильно потому что я не вижу где 10 тишины очень очень ярость ладно черт с ним потом разберемся ходите печаль жаба ярость бесстрашие тряска огонь к чинения куш 3 огонь 3 молния 3 почти таким образом не успею фига причем так юфи 4 заблудилась у нас неужели ничего от тишины нету не может быть просто такого подлагивает аж такой лимит ну вот хороший хороший лимит убейте эту тварь уже ради бога продолжу дождите неужели мне ничего нет так 627 интересно вот здесь это работает черт работает надо быстрее так давайте я здесь сохранить так антидот кускай как ищет не любит а визатор антидот то где господи гипер ладно чувствами с гипером печаль дождите тьма я так отчинение печаль жаба ярость барьер а где у меня от этой от яда вижу не от тишины почему ничего нету это удивительно просто на самом деле ладно бежим попробуем как-нибудь так пройти странно на самом деле все как атакуем спада больно однако мне кажется не успею пока я тут с этими зельями возилась смотрела пыталась найти потеряла драгоценное время так вот у меня всегда бывает жизни без проблем чё делаю надо было спешку может чутку она хрен с ним по регенерацию дать-ка надо было лечение на всех поставить там же регенерации есть а сейчас плюсом фигней страдать так давайте их подлечим барретт давай ночи надо их всех увеличить это будет плохо четыре минуты осталось кошмар там по-моему 7 вагонов кстати говоря он не надо выхожу как точили сит лечим тебя навык врага тройм-тройм-тройм-тройм черт даже подлечиться не успела здесь тысячи опыта кстати магия магия печить раз-два понеслась вещи подожди эфир барретт вот еще раз никогда не помешает понеслась ой не люблю задание на время не люблю не зря я молнию взяла где надо было то кстати кометы можете долбануть спешку первым делом как молнию вот это я понимаю слава комете спешечка так сейчас борта атака будет очень прекрасно будет такая музыка нервная прям прям вообще так как он будет треска кометы может еще раз хренахнуть давайте попробуем правильно и сам число умрет подложивающим молнии варит ярко спит ты умрешь ты когда-нибудь сегодня нет трайн кстати на нее хорошо действовать надо запомнить я забываю каждый раз про трайн это нехорошо это надо не забывать трайн клевая штука я бы юфи с собой таскала бы если бы у нас здесь было не три персонажа 4 как в ранних финалках было бы хорошо чё я думаю то стоит убейте ее уже ради бога у меня времени вообще не осталось аура моего баррада совсем не осталось так сейчас новая партия вагончиков не смотрите-ка не ошиблись что за вы вы ладно просто дайте большую материю все махач финальный главное теперь как-то не облажаться так давайте его по-быренькому ребят убить это обычный солдат убейте его ради бога юфи давай все молодцом так все 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 это же надо иметь такую наглость прийти за мной я никогда не забуду вас нас нет на это времени забудьте о большой материи у нас такие проблемы уже в курсе заткнись и молчи если мы продолжим в том же духе то врежемся прямо в северный коралл так если мы переменно используем рычаги для ускорения тормоз сработал здесь мы одновременно установим рычаги вверх вниз так вверх вниз кнопка x и это не работает что ты набираешь скорость как в другую сторону смотри в этот раз я ну так и нажала ой помощь эй не шуток старик Матерятся там вдвоем. Де-ири-ым. Мо-о-о-о! Чё-то как-то... Мы едем-едем-едем-едем-едем, Тормози-ее-е-е-е. Фуу, еще б чуть-чуть и все, как-то бы людей might have a chance to kill each other. Вот почему я на это задание хотела всегда взять... Барат Асида. Получен главный предмет — Большая материя. Фуу! Всё. Мы сделали свое дело. Эй, вы такие храбрые, я поражен. Кстати, да, есть мнение, что не зря мы взяли Баррата. Вот почему я чувствовала, что нужно его взять. Потому что вот сейчас что будет. Это вы остановили поезд Шинра? Шинра снова собирались забрать в наши жизни. Может быть он полон мусора, но другого дома у нас нет Баррата. Конечно, мы все ожидаемся и растем в угольных шахтах. Но как бы туго нам не приходилось, наши сердца пылают как уголь. К черту, метеор, мы же шахтеры, не так ли? Мы выроем глубокий туннель и спрячемся в нем. Точно! Эй, парни, может быть дадим этим борцам Шинра с Шинра что-нибудь? Помните, он нашел в колодце плюшку? Вот сейчас он нам ее даст. Удивительный камень. Получена материя ультима. Шикарная материя. Наверное, это была ужасающая битва. У вас шрамы по всему телу. Уже шрамы? Может рано еще пока что? Я уже поговорила с хозяином гостиницы. Сегодня вы сможете остановиться там бесплатно. Ну вот и отлично тогда. Мы отдыхаем. И сейчас мы, по-моему, должны будем слетать к Тифе, проведать ее, посмотреть, как там у нее дела. Заодно рассказать ей, что у нас произошло. Уходим. Ну, мы неплохо справились. Было задание полной эмоций, но мы справились и даже Барта в какой-то степени простили в родном краю. Это тоже хорошо. Так. Теперь, 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 теперь. Так, куда нам? Мы сейчас все-таки сможем в Медил или Медил как-то правильно вернуться? Или все-таки нам нужно в Форт Кондор сперва? Я вот не помню, честно говоря, этого момента. Сейчас проверим. Кстати, да, здесь раньше был, помните, этот пирамидка, храм древних. Но теперь его тут нет. Потому что, как вы помните, мы его немножечко ужали, чтобы получить черную материю. Так, давайте приземлимся где-нибудь тут. Далековато я что-то села, конечно, от этого места. Ну да ладно. Ну че, как? О, нас встречает, собачка. Уху-ху-ху. Ну че, как? Клауд, я ни слова не понимаю, что он говорит. Я такая дура. Я думала, что смогу ему чем-нибудь помочь. Эй, старик. Какой у меня номер? О, крышак-то поехал. Так, видимо, нам не сейчас. Нам нужно сперва форт Кондор все-таки, да? А, ну в общем-то, ладно. Давайте тогда мы на этом моменте закончим данную серию. Я надеюсь, она вам понравилась. По-моему, она была веселенькая. А, в следующем мы пойдем, наверное, отбивать форт Кондор. На этот раз окончательно. Потому что я все говорила. Помните, что надо отбить, надо отбить. И вот, в общем-то, этим мы и займемся в следующей серии. А, если... Да, ё-моё. Если эта серия вам понравилась, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И зовите друзей. Следующий, как вы поняли, да, уже. Мы пойдем вот сюда. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.